Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я поняла, что давненько на моем канале не было видео прям с полноценным перевоплощением, потому что, по-моему, последнее подобное видео я снимала аж зимой. Непорядок. Я не знаю, сделать на кого у меня закос или полноценный косплей. Давайте, ну, посмотрим хотя бы вещи и парики. Что-нибудь сообразим вместе. Стопаем выбирать косплей. Так, сейчас мы с вами будем разбираться, что мы сегодня будем косплеить, на что мы будем делать сегодня закос. В общем, это часть, часть моих париков, которая располагается здесь. Что-то из этого укладывала я даже сама. Например, вот этот, который сзади. А, еще вот этот. Этот я даже красила сама. Я не знаю, на кого это парик. Я просто подумала, что мне нужна дарк-версия какая-то. А, это не смотрим. Не смотрите! Это, значит, пляжная версия. Это какие-то вещи для взрослых. Это шапочка Кеми. Что тут еще у меня есть? Блин, там, на самом деле, дофига всего есть. Тут, конечно, потрясающе и хорошо, но, наверное, пойдем в другую хату и посмотрим, что так. Кстати, этот парик, я, по-моему, миллион раз о нем уже рассказывала. Он из натуральных волос. Я суммарно за этот парик 50 тысяч отдала. Ну, здесь сразу видно, что обитель моя. Судя по повседневному стилю буквально всего. Продолжаем наш обзор на косплей. И Мика, и Чуя. Ох, как говорится, хочу я. Там балл в пакетике лежит. Моя невероятная гордость. Что у нас здесь еще есть? Ага, ага. Стил ничего не вдохновляет. А потом я увидела легендарное видео со вчера. Что вы делаете? Я глажу. Я вижу. Я глажу. Видишь? Чисто, без смятин. Все происходит в глажении. Время не без смятин. Я иду за чешулистым золотым. Что это значит? Книги опыта. Мои товарищи. И до них я не 30 уровня. В общем, ситуация такова, что кое-кто постоянно играет в Ханкай Стар Рейл. А еще ситуация такова, что кто-то заказал себе косплей, парик и даже крафт на эту потрясающую женщину. Это сервал. Ну, в плане, вот это тоже сервал. Это кот. А это женщина. А еще фан-факт. До того, как я купила Эвила первого, это мой кот, мы хотели выбирать между сервалом и каракалом. Ну, между шлепой и сервалом. Но выбрали каким-то образом. Точнее, бенгальский кот выбрал нас. Такая веселая история. Но в конечном итоге, все, что мы однажды желаем, однажды мы получаем. Поэтому хотела сервала, стала сервалом. Глубоко философски подумать об этом. А теперь гу-мини обзор на персонажей. Так, на сегодняшний день, значит, показываю, рассказываю, кто у меня есть. Ну, там, сервал, конечно. С6, это типа круто считается, и Далонов, правда, здесь. Ее икон у меня еще есть, С6. Красивая, пипец. Мне очень нравится эстетика вот этих вот осколков в космосе. Это прям выглядит супер-мега-найс. Еще внезапно мне очень нравится Март как персонаж. Она тоже у меня собрана С6. И, ну, несмотря на то, что я лизая, это не совсем моя эстетика. Потому что, ну, как вы знаете, я больше вот по таким вот прекрасным женщинам. Но, да, она все равно у меня С6. Ну, конечно же, самый уважаемый молодой человек. Ну, ладно, один из самых уважаемых молодых людей. Дан Хен. Макияж девочки как бы. Аста еще есть из С6. Я уверена, что все и так тут знают про Ханка и Стар Рейл. Потому что упустить информацию просто невозможно. Во-первых, куча популярных косплееров. Уже давно сделала крутые образы. Естественно, от них я про все это и узнала. Куча была обсуждений просто во всех соцсетях. Миллионы эдитов тоже во всех соцсетях. Все обсуждали, что вот Ханка и Стар Рейл. Новая игра от создателей Genshin Impact. Что срочно нужно ее качать, нужно изучать. Оказалось, что уже более 80 миллионов человек в эту игру играют. Что, в принципе, неудивительно. И, конечно же, люди, ну, как это обычно бывает, поделились на две разные категории. Кому-то прям мяг зашло, кому-то меньше зашло. Но в итоге все играют. Все как обычно. Я тоже играю. Посмотрите, как мне оформили сегодня напиток. Весь мир дождик, а вы наше солнышко. Короче, погнали распаковывать костюм. Я ждала этот костюм просто миллион лет. Но я его получила. К моменту, когда я получила этот костюм, у меня уже был готов 3D-крафт и парик, который я предусмотрительно заказала. И вы понимаете, какая ситуация произошла. Я заказала сначала костюм на сервал, и только потом парик. Но парик и 3D-крафт, буквально там отлив, вот эта вот вся история, были готовы раньше. Чем я получила этот пакет. Я думала, я его вообще не получу, но я его получила. Распаковочка-чек. Не, надеюсь, все заценили, какие у меня цацки. Это тоже вместе с посылкой пришло. Он как будто бы козыный. Так. Не, ну что могу сказать по качеству. Выглядит действительно как будто бы даже качественно. Не считая того, что нам принесли, видимо, какой-то рабочий макет с пометками. Чтобы все знали, XS. Глуда. Трога реально по качеству очень приятный. Типа я не знаю, как он царит, но он прям из какого-то неплохого материала сделан. Ну вообще, да, вот здесь неплохо. Прекрасно, прекрасно. Господи, что это? Кажется, нам сейчас с тобой предстоит снова целая история о том, кстати, как будто бы шорты даже мне по размеру будут. Они были так, как будто они по размеру, а не великие. Красиво, пипец. Меня это даже не смущает. Блин, ну смотри, реально. Ну типа это как-то реально хорошо. Теперь нам осталось только его собрать. Я помню, как мы собирали костюм на Дэхью. Это был просто кошмар, потому что я надевала ее, наверное, минут 40. Надеюсь, сегодня справимся быстрее. Но, честно, по качеству очень качественно. Этот костюм я заказывала с Алика. Ждала его достаточно долго. И пока я его ждала, вышел трейлер на мою любимую женщину в Геншине, на буквально Арлекина в Грегеншин Импакт. И я подумала и решила, что больше я не хочу заказывать костюмы с Алика, хочу сшить. И я потратила 220 тысяч рублей на пошив костюм Арлекина. Я ее жду. Это вся история, которую я хотела вам рассказать. Поехали дальше, покажу вам крафт. Это, кстати, не врос. Кока. 220 тысяч, это не шутка. Я в ужасе. Ну, а ты что думала? Я человек импульсивный. Так, значит, смотрим обзор на 3D-крафт и парик. Какие-то штучки. Ее штука на плечо. Ее чокер. Это вещи, которые нам еще предстоит сегодня каким-то образом прилепить на булавки, чтобы у нас был полноценный 3D-крафт, а не, ну, такие симуляторные истории. Короче, работа предстоит сложной из серии «Собери себя сам». Но у нас Power Mechanic, поэтому, мне кажется, вот сиди, развлекайся, все это делай. Ну и парик паричок. Красиво. Делаем макияжик. Сейчас я буду делать макияж. Если честно, я не нашла никаких референсов, которые можно было бы использовать для сервала, потому что все или не понравилось, или не понравилось. Поэтому хочется сделать что-то самой. Выравниваем цвет лица. Если честно, я очень долго думала, какой можно прикольно на нее сделать макияж, потому что у нее, ну, очень много синий-сиреневый гаммы в образе. И как будто было бы прикольно добавить какие-то синие или сиреневые элементы, но, знаете, в таком очень небольшом количестве, чтобы не перегружать, потому что у персонажа, ну, явно нет никакого очень выдающегося макияжа, кроме, как мне кажется, что стрелок. Поэтому постараемся сделать какой-то макияж в китайском стиле, без прям лютого борща. Если честно, вот эта вот схема контринга, которая сейчас на мне, она просто моя самая любимая. Мне кажется, она подходит к абсолютно любому макияжу, к абсолютно любому образу. Даже если мы говорим не про косплей, а просто, не знаю, про пофоткаться. Если честно, я безумно сильно люблю вот эту рубрику «Живу один день как персонаж из игры». Я уже снимала дважды видео по геншинам, один раз я снимала, где я жила жизнь Нингуан, второй раз я жила жизнь Орликина, да, до того, как еще вышел трейлер, еще зимой еще. Мы ходили на геншин-фестиваль в Москве. Было просто потрясающе. Обожаю такие видосы. Мне кажется, сегодня тоже должно получиться что-то интересное. И вы знаете, мне очень захотелось сделать крутую фотосессию для сервала, причем прям сегодня утром. Я подумала, решила, что было бы славно найти какую-то клевую фотостудию, чтобы все сделать. Но, когда ты делаешь такие импульсивные вещи из серии, мне нужно здесь сейчас. Великая вероятность того, что ты обломаешься. Поэтому, благо, у меня есть Танечка. И у Танечка фотографа. Танечка очень давно хотела поснимать косплей. Поэтому я ей написала, дома ли она сегодня. Она оказалась дома, я поеду потом еще к ней снимать у нее на циклораме профессиональную фотосессию, чтобы у нас были просто охренеть какие крутые фотографии на сервала. На самом деле, пока что буду красить глаза, хотела бы вам немножко рассказать, ну, про лор. Я думаю, что многие его знают. А кто не знает, вам, наверное, будет интересно послушать. В общем, я очень люблю персонажей женских, у которых стронг вайб. Я вот буквально люблю Нингуан, на которую я делала уже косплей, потому что это реально, например, очень сильные женщины. Ну, кто играет в геншин импакт, знает. Например, Орли Кейна. Несмотря на то, что толком персонажей пока еще не показали, но из-за того, что можно было уловить по сюжету, из каких-то там, не знаю, информаций о ней, то, что они говорят другие персонажи, можно было бы сделать вывод, что она тоже такая, не шутки шутить пришла девчонка. Ну и, соответственно, Фон Кай мне на данный момент очень сильно нравится сервау, потому что у нее тоже вайбы абсолютно стронг женщины, которая точно знает, что она делает, как она это делает, которая при этом при всем еще, ну, не буду сильно очень спойлерить, по своей сюжетной линии, мне кажется, имеет одну и самую драматичную сюжетную часть, в принципе, в играх, потому что вся эта история с ее дружбой, со всей этой потерей, с тем, как она все это переживает, и вот этот вот ее образ очень сильной женщины, это просто прям конкретное уничтожение. Я читала еще комментарии после того, как прошла эта сюжетка на, ну, типа, у других там стримеров, например, или у других блогеров, кто что вообще пишет, кто что говорит, и всех эта сюжетная линия, ну, просто не оставила без какого-то эмоционального вовлечения. Все посидели, поплакали, порыдали, потому что очень жестко, так что вот я вам рекомендую, особенно, кто любит лор, но, правда, попробовать поиграть в Хон Кай, и потом написать, что вы вообще на эту тему все думаете. А те, кто играют, ну, вот скажите, кто уже прошел ARX-сервал, что вы думаете на тему того, что там вообще у них происходит за замес. А, ребятки, для тех, кто не играл, ну, пока вы смотрите, как и крошу глаза, смотрите, немножко расскажу вам про Хон Кай, потому что игра заслуживает определенного интереса, по-гмениму, чтобы попробовать вообще понять, что там происходит. В общем, это космическая RPG от создателей... Нихуем, я думаю, все знают, что это создатели Геншина. Я знаю, что очень многие люди их сравнивают, и даже уверена, что и в комментариях к этому видео тоже будут сравнивать, но по факту эти игры очень сильно отличаются. Я отмечала по себе и по своим знакомым, в Хон Кай очень удобно играть реально на телефоне в плане боевки, то есть с Геншином тоже все понятно, в него можно тоже прекрасно играть и на телефоне, и на планшете, но в Хон Кай за счет того, что там идет автобоевка, тебе реально просто комфортно играть где угодно, в любое время, в любом месте со смартфона. И еще из того, что, ну, меня очень сильно поразило, то есть диалоги в Геншине — это особый вид искусства и магии, я думаю, все это так прекрасно понимают. Но в Хон Кай в этом, ну, на мой взгляд, той же арки с сервалом, там прям еще больше драмы, то есть оно как будто бы более драматичное, даже не знаю, как это назвать. Ну, не то чтобы в Геншине драма, понятно, там она тоже есть, но здесь прям вот ситуация самого вот этого мира, она находится на пределе, и там действительно какие-то постапокалип... постапокалиптические вайбы даже имеются, за счет чего она и воспринимается, ну, сильно по-другому, и менее радужно. Поэтому если вы вдруг хотите, ну, поесть стекла, вот эта вот вся история, то Хон Кай в этом плане, конечно, очень сильно отличается от Геншина, потому что там все менее радужно. Что еще мне очень нравится в Хон Кае, там есть такая тема, называется «Личные чаты с персонажами». Это, ну, ты буквально можешь переписываться с своим любимым персонажем. Я нашел старую переписку в базе данных экспресса, и одна из категорий «Шутка за 300». Сам мир Хон Каев, он полуоткрытый, там можно искать сокровища, решать головоломки, все то, что нам и так нравится в Геншине. Еще можно исследовать всяких NPC, раскрывать секреты их вселенной. И что еще, ну, мне кажется, очень важно, там очень много подарков без донатов. Например, сервал, это тоже бесплатный персонаж. Я, которая потратила кучу денег на Сяо и кучу миллионов в целом на Геншин, да, оцениваю, ставлю лайк. У вас нет пяти долларов? Я не понимаю, что нет пяти долларов, чтобы поддержать меня? Я докрашу этот нечестный голос, а то я буду бесконечно общаться про Хон Кае и вернуть к вам. А, кстати, вчера, когда мы играли в этот настолок, у меня была миссия убить Давида. Убила, надеюсь? Хотела сделать тупо базовый макияж, вот такой вот с контурингом глаз. Сейчас я добавлю сюда, добавлю вот такую вот блестяшку. Вот сюда вот добавим ее немножко, сюда. Тоже, кстати, китайский бренд сейчас использую. Очень нравится. Вот такую стрелочку нарисовала. Мне кажется, этого более чем достаточно для этого макияжа. Подсветочка добавилась, макияж тоже прибавился. В целом, я считаю, что я сделала хороший базовый макияж на сервала, и с этим макияжем уже можно пойти, например, посмотреть костюм, сделать первую примерку, а потом закончить его, надев линзы и, возможно, накладные ресницы, но это не точно. Что ж, давайте пойдемте проверять костюм. Даже не представляю, что меня там ждет. Часы крафта, часики, миллион лет потрачены на клей момента крафта. Я поняла, что мне абсолютно все нравится, но хочется добавить еще синий хайлайтер. Как я вообще могла забыть про сияшечку? Я не понимаю. Во, теперь синенькая. Что приехало? Будем делать рамен. Сегодня мы будем тестировать всякие вкусняшки. А еще заказали вот такие вот штуки. Это моя подруга, которая меня потом согласилась пофоткать. Ну, собственно, рамен обыкновенный. Сейчас я покажу вам, как это правильно готовить. Вообще в стиле ханкая просто, ну, вот такой вот контент будет. Рамен ханкая выглядит следующим образом. Вот мы с вами сделаем один в один просто стопроцентный эффект повторения. Это будет 10 косплеев кулинарных, из 10 кулинарных косплеев. Настолько серьезно. Крафт. Итак, задача, понятно, разобрать теперь косплей после того, как я сделала базу под макияж. Деталей, ну, очень много. И теперь нужно вообще разобраться, что из этого крафта, кастома, боже мой, мне нужно, в какое место это нужно налепить. Короче, предстоит работа такая себе еще. Это, собственно, крафт. Это крафт, который был в пакетике с косплеем. Разница. Крафтовая версия, версия, которая была куплена. Ну, очевидно, что вот это вот и вот это более экономно. Собственно, вот такие вот маленькие детали, ну, на мой личный вкус, они формируют общую картинку. Поэтому вот это, конечно, все потрясающе, но, пожалуй, я это отставлю. Да, я не очень понимаю, что за кусок чулка. Возможно, это топ. Что это? Господи, ладно. Это явно кусок от ее юбки. Это какие-то, наверное, наручи. Ничего не понятно, но очень интересно. Тоже смотрите разницу, короче. Вот штука цацка. Это типа чокер. А это чокер самой сервал. А это чокер, который сделан кастомно. Просто очень сильно отличается. И плюс к этому чокеру вот эти вот две подвески шли, которые тоже имеют 3D-шную модельку и выглядят, ну, явно сильно лучше, чем вот эта вот шутая штука. Хорошо, начнем с чокера. Мне он пока что больше всего понятен. Так, сейчас мы будем, короче, цеплять крафт. Угу. Господи, Лиса. Да все нормально. Я уверена, что нормально делать черной ниткой, но лески нету. А домой идти за леской чисто вот реально заодно и только не хочется. Поэтому попробую сделать так, а там уже как пойдет. Если будет плохо, то будем лепить крафт уже на леску. Собственно, что еще буду делать? Вот есть крафт, вот есть эти элементы, которые соответствуют количеству вот этих вот штук. Ну и сейчас я буду пытаться их присобачить сюда. В лон, конечно же, ничего не получилось, но мы не сдаемся. Короче, я хотела обойтись без лески, но получилось гигаотстойно. Все-таки пойду за леской. Ладно. Накосячили. Теперь разбираемся. Недопонятые гении. Не то, чтобы удобно резать и снимать, но я пытаюсь. Как ты это сделала вообще? Давай я сделаю сама. Я не хочу отрезать, я уже начала. Ну вот так вот, я профессионал. Тяжело быть непризнанным гением, конечно, вообще. Ты знаешь, недавно у меня срок, что я слишком муна для этого мира. Кто тебе так сказал? Как думаешь, вам можно доверять? Я думала, что это сказал, этот кальянный маг. Нет, кальянный маг мне такого не говорила. Это сказал мне астролог. Я не знаю, зачем астролог мне это сказала. Это у меня входило в цикл моих вопросов. В такой вопрос вообще ничего не входило. А кто? Как он тебе просто пришел, сказал ты слишком муна? Откуда? Да, у меня есть знакомая девчонка. Она типа астролог, но как бы я ничего не просила для меня делать. Она в один момент такая, типа, я смотрю твою натальную карту, и тут у меня разрывается просто с телефона сообщений, потому что она записала у меня голосовых на 2 часа. На 2 часа. Я 2 часа слушала разбор своей натальной карты и пришла к выводу к тому, что я сверхразумная. Такая, да не то, чтобы я сверхразумная. Еще она сказала, что я слишком умная для этого мира. Такая, да не то, чтобы я думала, что я слишком умная для этого мира. Короче, мы, видимо, не поняли друг друга. Я так не поняла, что это было. Топ 10 рандомных африков занимает. Спасибо. Если вы не понимаете, что происходит, вторую руку давай. А, ты где? Конечно! Блин! Это перчатка. А у меня потеют руки, когда я шью. А из-за того, что у меня руки потеют, я смазываю крафт. Я не хочу смазывать крафт, я хочу, чтобы он был нормальный. Сейчас будет сектор приз, попытка, типа, делать это все с перчатками. Говорит, что у меня этот аркан денег, да? По-моему, все-таки у меня аркан гениальности. Астролог побеждает. Кто еще додумывался вот до такого просто? Покажите мне хотя бы одного крафтера. Ты не богачка? Ну, конечно, богачка. А богачка, почему? Ты же гений, понимаешь? Ты богачка или гений? Я гениально богач. Иван Маск отдыхает. Сервал вообще-то богачка. И вообще родск музыкант. Я тоже богачка, родск музыкант. Короче говоря, крафт, мы с горем пополам сделали. Пойдем разбираться с костюмом. Тут вообще есть еще колготки, но я боюсь, учитывая то, что я целый день буду сейчас находиться дома, и непонятно, сколько еще парами пройдут здесь времени, наверное, колготки надену потом. Поэтому начинаем шорт, где мой телефон. Или да. А, это путалось. Первое. Все-таки как будто колготки надо надевать. Или не надо. Я не знаю. Ладно, надену. Чулок. Черный вышел из чата, но чулок подтяжка идет. Это выглядит странно. Как будто вообще они так топорщатся, выглядят непонятно. Но ладно, пока оставим так. Скорее всего придется их сюда еще вот так и подшивать. Ладно, поехали дальше. Шорты. Все-таки чуть-чуть великоваты, но ничего. Главное, что не падает. Прибыла первая поглаженная вещь. Пока что мы ее поглаженно откладываем куда-нибудь вот сюда. Пожалуйста, не падай. Надеваю топ. Я искренне надеюсь, что действительно топ, а не какие-то труханы. Ничего не написано. Надеваю его, конечно же, наизнанку. Ладно, посмотрим трейлер. Ладно, оставим эти попытки. Я не поняла, что с этим делать. Просто оставим. Я не понимаю, что это за топик или трусы. Ага. Иногда нужно признавать свое поражение. А ты достаточно боролась? Нет. Примерно минуту. Кстати, топик-то с пушопом, дорогие друзья. Карлен, все так сложно. Жизнь вообще, она такая сложная. Я ничего не понимаю. Мне как будто не хватает куска одежды. Что такое белый элемент? Получается как-то вот так. Одно полугрудие. Второе полугрудие. И типа здесь затяжка. Классно, но... Ну, явно же это не должно быть вот так. Кстати, да, должно быть так. Да? Ладно. Полугрудие не помещается. Ну, блин, когда у тебя размер XS, а у тебя S, это вызывает некоторые вопросы. Полугрудие, господи. Это явно не S, Лиса. Ты как-то приуменьшаешь. Господи, как все сложно. Жить так тяжело. Хорошо, с этим мы справились. Юпчан. Я не понимаю, как это работает. Что это? Так вот это должно быть? Нет? Что такое? Что это? Это гепард, он пришел. Это не мой кот. Это реально кот. Гепард пришел. Блин, ну что с тобой делать? Где твои родители? Тебе нужна помощь, братан. Но я ничего не могу поделать. Ты чужой кот. Я даже не могу отсюда выйти, чтобы тебе чем-то помочь. И что нам с ним делать? Это же соседский кот, да? То есть он просто чилит на этом балконе. А он уже ходит, типа, несколько дней подряд. То есть, типа, они просто его пускают и такие, ну пусть ходят. А, ну ладно, то есть это нормально, что к нам пришел гепард. Ну что ж, хорошо, ладно, пусть будет. Да, я зашиваю сама на себе это крыло. Блин. Я помогу. Помоги, сейчас, секунду. Что-то он уже наделал дело, что ли? Да. Каких? Ну, я не знаю, каких. Короче, с горем пополам мы надели этот косплей. Ура, готовка! Короче, недавно в Ханкае проходило событие, знаете, искусство еды называлось. А я считаю, что еда это действительно искусство, поэтому нужно что-то приготовить. Я буду делать вот это. Итак, я рассказываю вам, ребят, как сделать просто лапшичку на вот такую вот невероятно крутую, один в один Ханкае. Берем кастрюльку. Ставим. Берем лапшичку. Вообще любую. Едаем. Берем приправку. Вообще любую. Едаем. Это косплей на еду, все правильно. Едаем. Вот это канцелленд. Вот это сейчас будет варево. Ты что снимаешь, как я мусор выбрасываю? Ты мне на ногу наступил. Я бы сказала, что мне жаль, но это не так. Извините, но тут очень некоторые вещи делать не просто. Кто ищет трюки в пути? Ядно не я. Наливаем. Ждем. Пять минут. Албом стукнется. Что это, Рожош? Я делаю серьезное лицо. Я как профессиональный косплеер, и косплею не только персонажи, но также и еду. Ой, Господи, не разбей, пожалуйста. Он не смотрит, не канон. Чаша с рисунком. Можно без рисунка взять. Нужно вот так. А вот я достану. Стой, писи, маленький, слишком. Ох, уже этот контент, который мы заслужили. На какую только... Фига, вот здесь пафосная чаша какая-то. Что вообще? Посмотрите. Она без подписи, все прекрасно. Есть миска, а есть чаша. Для гепарда, для сервала. Наливаем это самое жестокое, потому что если я что-нибудь сейчас плюскну... Ой-ой, пока. Да, то все это будет на моей одежде. Господи, пожалуйста. Ес. Вот. Вот. Теперь это похоже на хонгкай. Ну, приятного аппетита. Мы как бы панк-рокеры, извините, пожалуйста. Мы люди богатые, но родственные. Похоже или нет? Один в один, мне кажется. Сравните. Вот хонгкай, вот моя еда. Костюм готов. Еда готова. Самое время переоплощаться. Надеваем. Специально для этого косплей. Я купила вот такие вот линзы. Видите, они не просто голубые, они еще как будто бы в сиренево-синей оболочке. И мне кажется, это будет очень красиво смотреться. Ох, линзы вообще очень крутые. Смотри, как классно выглядят. Да. Блин, слушай, они очень комфортные, классные, мне так нравятся. Да. Надеюсь, сейчас с костюмчиком будет супер. Поехали. Ну, уже хорошо. Конечно. Извините меня. Так, сейчас только разобраться с этими волосами, которые потыкаются в этот несчастный цветок. И как будто бы все норм. Кстати, а вы знали, что если вы создаете контент по хонгкайу, ну там арт, косплей, всевозможные видео и так далее, вы можете поделиться своим творчеством с другими. И выложить все это на вот этот официальный сайт. Что вы делаете? Удобляя свой макияж губ перед съемкой, сейчас будем снимать видосики. Чтобы было красиво. Пришли на парковку. Не знаю, почему она мне кажется, что по вайбу подходит. А что зацените, какую я подходящую сумку взяла? Просто буквально, мне кажется, она имеет саймэнерджи. Реально. Я не помню, что я хотела сделать, но я теперь иду к себе. А потом мы поедем к Тане и будем там у нее делать профессиональные фоточки. Я очень рада, что у нее получилось. Давай перед этим зайдем в магазин цветов, купим ей бакальчовой букет. Вот мне кажется, просто люди в магазине цветов. Да нет, ладно. Почему они будут удивлены? Кот гепард. Ой. Давид учил кота в плесосы? С ним и так же можно шверчису собрать или нет? Если что, коту это Рил нравится и это безопасно. Да. Рассказываю. Сегодня получается какое, 16 или 15 число. Я очень сильно жду Блейда. Я буквально каждый день прихожу домой, сажусь играть фанка и жду, когда уже можно будет выбить Блейда. Короче, рассказываю, почему я так сильно жду Блейда. Ну, во-первых, это моделька. Я думаю, здесь вообще никаких комментариев нет. Все уже давным-давно ждут этого прекрасного молодого человека. А во-вторых, у него, короче, есть очень интересная тема. Я не знаю, вы в курсе уже или нет, но если посмотрите на его модельку, она вся в бинтах. Знаете почему? Это не потому, что просто красиво, а потому, что он бессмертный. И, соответственно, когда он получает ранение, он начинает регенерировать. Но травмы все равно получает, поэтому он себя бинтует. И мне, блин, это вот так нравится. Такие маленькие моментики, это просто супер. Еще у него, конечно же, путь разрушения, но мы все такое с вами любим. И он ветряк. Солнечная педалья. Ой, смотрите, ко мне снова пришел гепард. А, мы говорили про Блейда, извините. В общем, у Блейда путь разрушения, а тип урона ветряной. Это прям вообще то, что надо. Еще он напарник Кавки. Я думаю, тут вообще не надо ничего комментировать, все очевидно. Да? А у тебя какой путь? Ты ветряк? Ведите, пожалуйста, персонажа бенгальского кота. Посмотрите, настоящий разрушитель. Ладно, ребятки, ждем Блейда. Надеюсь, он мне выпадет не с миллионной попытки. Но если с миллионной, так тому и быть. Заберите все мои гроши. У меня их много. Короче говоря, мы поехали к Тане. Идем за цветами. Какими? Не скажу. Ну, как будто магазин цветов, ворожай, будем шокировать людей. Люблю такое. Здрасте. Мам, можете, пожалуйста, бекеты подобрать? Выбираешь? Да. Ой, зеркало. Какое красивое, чистое. Ну что? Так, давай сейчас зайдем в магазин, закончим калашу, то что я в восторге от происходящего. Я ищу какие-нибудь кокосовые штуки, потому что Таня очень любит кокосы, но нужно еще кокосы. Я не вижу ничего кокосового, но сейчас чуть-чуть не люблю. Ребята, извините, но как вы водите с такими волосами? А ты, кстати, у меня машина подходит, по-моему, на сегодняшний стиль, да я заметила? Вообще, такая аистетия, механик. Организовал себе и машину, и сумку, просто все для нас, все для нас. Ой, минимальный комфорт, бы еще парик обеспечил, мне я была бы так счастлива. Блин, цветы так круто пахнут, понесли. Обалдежь. Надеюсь, ей понравится. Я не понимаю, как ехать с волосами, куда их деть, типа. Ну, что делать с этой юбкой, куда ее реально тоже деть, ну, типа, не мне, вот тогда положу. Не то, чтобы я так часто водила в таком виде. Да, в таком костюме я еще не ездила, еще пока не водила. В принципе, не так уж и неудобно, как я думала изначально, в общем, даже нормально, так что можно, можно водить. Приехали, а нас не пускают. Берет трубку. Таня не пускает нас. Таня не пускает, все, она развела, она сказала, что она дома, а я думаю, нет, очевидно, все, понимаете, стоим, тоже ждем. Я считаю, что мы нашли идеальную локацию для видео, живут 24 часа, как Кэтслэй. Это Таня. Я с маслом оливковым. Вот, смотрите, женщина, как обычно, прекрасно, пришла, все на форме, вот, видите, желешки, вампиру пыль. Вот такой вот. Кстати, сейчас в Тарейл доступна версия 1.2, в которой первопроходцев ждет грандиозный финал основной сюжетной линии Софы Сен-Джоу. Нам предстоит побывать в гротах, отправиться прямо к древу Амброзии, где нас поджидает финальная битва с теми, кто виновен в бедствии Сталарона. Ну, короче, прям экшен-экшен нас ожидает. А еще в версии 1.2 появляются две новые локации для исследования. Это комиссия по алхимии и чешуючатое ущелье. Ну, и, конечно же, выйдут новые персонажи Блэйд и Кавка. Кстати, Блэйда я и буду выбивать на Гача. Я единственное, что успела сделать этим утром, заварить себе кофе. Я даже не успела пижаму переодеть. Короче, Блэйд выезжал. Сейчас мы будем его крутить, а потом будем крутить его варушку. Почему? Потому что могу себе позволить. У меня тут вообще-то миллион кристаллов и вот этих вот штук. Прыжков. С какой крутки мы выбим Блэйда? С какого прыжка? С десятого. Хорошо, ладно, поехали. Давай, прыгай, паровозик. Да, крутки здесь выглядят несколько иначе. Нет, нет, нет. Хорошенькая. Нет, 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 нет. Ну, какая у вас данных? Да гепард зачем? Я понимаю, что гепард сервал все такое. Буквально видео про сервал, у меня выпал гепард. У меня, как понимаете, не было. Но я не тебя сейчас ждала. Ладно, поехали дальше. Пустя миллион лет. Вот сейчас будет. Это восьмая крутка, 80. Че вообще сидите, я вас не звала. Ну, ходите. Сейчас будет. Ну, говорю, что сейчас будет. Красивый мужчина в прекрасных портках. Ну, просто посмотрите на него. My God. Вихревик. Ну, просто вау. Еще и вот эти, вот я забыла бы назваться, эти цветы смерти, которые в японском лоре присутствуют. В китайском, скорее всего, они тоже считаются как цветы смерти. Блин, красивый пипец. Мяу. Ну, все, осваиваем, короче, нового молодого человека. Как же оружие. Подожди, дай посмотреть дядьку. Красивая. Блин, прическа хайповая. Я уже смотрю на волосы. Погнали оружие тебе добывать. Я даже не знаю, сколько потратили денег на это все добровые. Я даже не буду считать. Тут уже не одна машина. Тут уже паровоз. Нет. О, да ладно. Нет. Нет, это что-то незаменимое. Это будет за тобой конус. Так, все. Есть. Хорошо. Деньги даже остались. Профессионально. Можно теперь товарища покачать будет. Сейчас мы сразу его покачаем. Будем повышать уровень. Ура, уровень повышен теперь. Мы до 20 уровня. До встречи, поисшествия. Возвышаем. А, у меня материалы, по-моему, кончились. Ладно, нормально. Нормально. Значит, я дошла до 40 уровня, получается. Но не могу апнуть его дальше, потому что сегодня появился новый предмет. Прах возникшийся. Я уже говорила, там, цвета смерти. Вот. Но у нас этого нет. Очевидно, это нужно будет сейчас выбивать. Чем, собственно, сегодняшний день я и буду занимать. Ой, красиво. Пипец. Короче, ребятки, Ханка и Старелл, если что, это абсолютно бесплатная игра для мобильной версии и для ПК. Вы можете принять участие в галактическом приключении. Стать плепроходцем, исследовать разные планеты. И наслаждаться захватывающими приключениями. Анимация, музыка, класс. В обновлении 1.2 нас ждет множество интересностей и временных событий. Будет 10 бесплатных прыжков, это очень главное. Ну и новые противники, куда же без них. Заходим в игру в течение 7 дней, чтобы получить подарок. 10 особых звездных пропусков, так-то. Если что, ссылочку я оставляю вам в описании и загружайте обновления. И не забудьте воспользоваться моим особым промокодом, чтобы получить 50 единиц звездного нефрита. Все, всем пока. Кого сейчас косплеить, кстати, пишите ваше предположение.